Субтитры делал DimaTorzok В случаях беспредела, например, нападение на вас, мы выполняем обязанности, частично скажем, от обязанностей правоохранителей, то есть те обязанности, которые должна выполнять милиция, зачастую выполняем мы, поступают звонки, принимаем их, быстро реагируем. Многие говорят, что такое самооборона Запорожья, многие не видят наших действий. Это хорошо, что вас не видит. Мы являемся той силой, которая держит здесь порядок и, можно сказать, мир. Да, даже дело не в этом. Мы собрались со всего Запорожья в виде разных интересов, разных финансовых возможностей, разного возраста. Нас объединяет одно. Мы хотим жить в государстве, которое называется Украина, и мы очень любим Украину, и тем более мы любим Запорожье. А так как у нас есть Хордица, у нас, наверное, есть тот стержень силы, который нас держит вместе и который нам не дает расслабиться. И мы считаем, что мы в ответе за все это. Единственный город на юго-востоке, на область администрации которого, не висел российский флаг, это Запорожье. Игорь Михайлович, а вы скажете, что вы сейчас бизнесом не занимаетесь? Нет. Потому что, ну, как это, мою страну разрывают на частях, это, я не знаю, как это может рука подняться, заниматься бизнесом, когда сначала надо свое захистить, а потом будем зарабатывать. Я вам честно, если тут думают, что нам гроши платят, я вам говорю, не платят. И то, что вы подивитесь, жена моя сказала, не зря я тебя кормлю. Держаки, вы кувал. Ну, это то, что мы можем защищаться. А что, минометы не приводят? Я вам скажу, у нас есть очень секретное оружие. Это дух козачьи. Понимаешь? Такого нет ни в кого. Такое только в Запорожье. Поэтому у нас эту ганчирку трехцветную не подняли. Я с повагой отношусь к россиян. Ну, Путин, мабуть, дурный помрис в детстве. И вот у него такая вада, знаете, как вада детства. Комплекс Наполеона в него. Так вы что, козак? Да? Ну, я с ним справа, что не перейти. Так, чтобы не видно, по мне никто я. Так, сережка. Ну, я с ним справа. Продолжение следует...